Всем привет, ребят! Продолжение влога, второй влог с этой поездки и начну сразу с сегодняшних новостей. Вообще, я тут очень мало, на самом деле, снимаю, что я за собой заметила, просто потому что я на чиле и на расслабоне, но всё равно мне очень хочется, чтобы эта поездка запомнилась не только там в голове, на фотках, но ещё и на видео, поэтому буду стараться снимать больше, в первую очередь даже для себя, ну и, возможно, вам будет интересно. Сегодня что было? Я сгорела, потому что мне надоело, что я не загораю, я подумала, блин, я вообще не загораю, но в итоге сгорела, поэтому у меня лицо такое белое, но лицо у меня не сгорело, всё, у меня сгорела только вот эта часть лба, я не знаю, как так вышло. Сегодня пятница, по-моему, 10 число, да, 12-го мы должны были улетать, но мы решили продлить наш отпуск, и поэтому мы улетим 16-го. Сегодня я сгорела, потому что я забила на крем, я помазала только лицо, вся моя драгоценная, что точно не хотелось бы, чтобы сгорела, но каким-то образом всё равно сгорела вот эта. Я не парюсь, потому что у меня с собой есть пантенол, я всегда его с собой беру в поездки, после того, как я начала часто сгорать, всегда, из-за того, что у меня очень белая кожа, я начала брать с собой в поездки всегда что-то от типа ожогов, от красноты и так далее, ну вот как бы пантенол мне помогает. Я накрасилась, потому что, ну, как бы, во-первых, у меня вот эта часть лба красная, я не хочу выглядеть просто ужасно, причём мы сначала со Славой думали, что это у меня след от маски, видите, тут у меня такие две полоски, как будто бы лицо мятое, реально, я выгляжу сегодня мятой. Наверное, из-за того, что я ещё сгорела. Сегодня были просто офигенные волны, и мы в них колбасились, я это не снимала, потому что мы колбасились, ну и типа волны были настолько жёсткие, что я бы даже не смогла нормально снять, оставить камеру на пляже я не могу, просто воткнуть её и уйти, потому что всё равно много людей, мало ли что, ну, как бы, это небезопасно. Сейчас я хочу привести себя в порядок, и на самом деле вообще чем мы здесь занимаемся? Отдыхаем, кушаем, плаваем, купаемся, в аквапарке тусим, ещё раз кушаем, смотрим сериал офис, нам очень сейчас этот сериал нравится, я пью винище, да, мы ещё не работаем над детьми, вот, и когда соберёмся, тоже вам не расскажем, но, по крайней мере, я думаю, что, наверное, в этой поездке я ещё тусуюсь, а когда приеду в Москву, уже надо будет заканчивать со всеми этими делами, чтобы очистился организм и так далее, анализы сдать, проверить всё, чтобы всё было хорошо, ну, как бы, как готовиться к этому делу. На самом деле, я думаю, что всё нормально, всё хорошо, и нет смысла беспокоиться, но в любом случае, я думаю, что это будет не лишнее. Слава сейчас ещё на море тусят, я ему сказала, что я пошла, потому что, ну, мне уже надоело валяться, да и я просто начала чувствовать, что у меня горит рука, и да, действительно, у меня вся верхняя часть сгорела, ну, вот здесь вот, не знаю, хорошо ли видно, руки. Самое тупое, что несколько дней назад я намазалась кремом, хорошенько лежала, загорала, и в итоге вообще не загорела, вообще разницы было ноль. О, Слава пришёл. Я его отправила скорее мыться, потому что мне нужна ванная, я хочу посушить волосы и вообще сделать укладку, хочу сегодня быть красивой. Я просто несколько дней на море здесь, ну, вообще я не снимала последние дни, а три или четыре, хотя у нас не так давно была экскурсия, 8-го числа, кстати, в день рождения Карины. У нас была экскурсия очень тяжёлая, просто кошмар. Ну, интересно, классно, но суть в том, что мы выехали из отеля в 4.30 утра. Встали мы в 3.30, ну, как бы ночи, получается. Мы очень не выспались, это была очень тяжёлая поездка, очень тяжёлая была дорога. Мы ехали два с половиной часа, по-моему, мне кажется, даже три. Всё ради того, чтобы поехать к храму святого Николая Чудотворца. И мы, на самом деле, со Славой любим такие экскурсии, вообще любим святые места посещать. Одно из таких вот святых мест, не знаю, намоленных или каких-то там по легенде что-то. Мы были на Алтае, и на самом деле после этой поездки на Алтае у нас очень сильно и круто поменялось всё. Слава свои какие-то желания загадал, я свои. И в итоге мы вернулись в Москву, и через два месяца они очень сильно начали все эти наши желания сбываться стремительно. И настолько всё классно, что в итоге я уже замужем, и я думаю, что они за горами дети. Ну, понятно, мы догадались, какие у меня были желания. Конечно же, вот, Славиное желание — это его желание, но они тоже сбылись и сбываются каждый день. Ну, короче, я к тому, что мы очень сильно верим в такие вещи, в такие места, и намоленные, и просто какие-то там по легендам, как я и сказала. Поэтому мы любим. И да, мы проделали огромный путь, долгая дорога для того, чтобы попасть в этот храм. Денег мы потратили очень много за эту поездку, за эту экскурсию. Несмотря на то, что эту экскурсию нам подарили тест-тур, они нам предложили на выбор, там, ну, много предложили разных экскурсий, и сказали, что две экскурсии нам организуют просто по дружбе, по сотрудничеству. Ну, короче, вы знаете, с тест-тур мы много раз сотрудничали, и дружим, и ездили много куда. Вот, и первое мы выбрали — это аквапарк, в котором мы были, можете посмотреть в предыдущем влоге. А вторая экскурсия — как раз мы выбрали храм Святого Николая. И помимо храма, короче, мы приехали в храм. На самом деле, сейчас я вам еще покажу отрывки, может быть, под музыку я так красиво смонтирую, может быть, фоном что-то скажу, не знаю. Может быть, уже даже показываю, пока рассказываю, не знаю. Сначала мы приехали в храм. Там походили, нам все показали, нас привезли в церковную лавку, мы там купили дорогие иконы, и в подарок купили иконы родителям. Ну, я люблю такое, на самом деле, я всегда с каждой стороны, если я там бываю в каких-то храмах, церквях, ну, я, не знаю, я всегда беру иконы. У меня, на самом деле, очень много их дома, и сама я верю в Бога. Ну, как бы, это уж, ладно, не будем такие темы поднимать, потому что я знаю, что у всех свое, но я, там, как-то сказать, уважаю выбор, любой выбор человека, то есть для меня это не важно. У меня есть друзья, которые в это не верят, к этому так относятся вообще. Ну, как бы, это нормально, у каждого свое. Ну, короче, вы поняли, просто мало ли, это же такие темы, которые лучше не поднимать. Сюда пройдите поближе. Друзья, мы сейчас уже зашли в центральное помещение храм, где службы проводятся. Конечно, архитектура храма не так сильно впечатляет, как сама личность Святого Николая, но нельзя забывать, что это самый древний храм имени Святого Николая, первое в мире. Сидите под сводом захоронения. Кто был в этом храме захоронен, кроме Святого Николая, епископа, который здесь служили. И после храма нас повезли на обед. Мы пообедали, это я не снимала, там нечего было такого прям показывать, просто обед. Потом нас повезли кататься на... А, нет, после храма нас повезли к театру, там, какого-то века и так далее. Ну, честно, вот это мне уже не так интересно. На самом деле, я очень много видела разных театров, там, амфитеатров и так далее. Мы уже где только не были, да и я, в принципе, только... Уже где только не была. Мы и в Греции, по-моему, смотрели театр, там, и в Турции прошлый, и там год, год назад мы были, тоже смотрели. И на самом деле, даже получше были экскурсии. Вот даже та экскурсия, которая у нас была на Памуккале, там намного круче. Мне больше понравился театр. Также вместе с этим театром рядом находился некрополь, загробные вот эти все дела, могилы какие-то. Ну, не могилы, а как они, погребения, короче, кладбища. Необычно, интересно, потому что все это находилось в скалах, и нам рассказывали, что там в те времена люди верили, что чем выше, там, похоронишь, тем быстрее к Богу попадет человек, там, типа, к небесам. Ну, не знаю, короче, какие-то такие вещи. Ну, в целом, интересно. Я просто плохо это пересказываю, потому что я не могу это красиво сформулировать, так как это делает гид, поэтому кажется, что я ничего не знаю, не запомнила, ну, просто такие вещи реально не умею формулировать. Ну, это не важно. Важно то, что мы это посмотрели, ну, прикольно, интересно, но там, на самом деле, я нигде не сфоткалась, потому что мне вообще показалось странным, например, фоткаться на фоне некрополя, тех же самых могил. Ну, как-то я это сфоткала, так, на телефон, ну, чисто как, не знаю, типа, на память. Ну, не знаю, в общем, это странно, ну, да, необычно. После этого нас повезли на обед, мы пообедали, а потом нас уже повезли кататься на катере. Я думала, что у нас будет катер с полностью прозрачным дном, полом, чтобы мы смотрели на затонувший город, но оказалось, что там прям полностью прозрачного пола не было, были такие квадратики, четыре штучки на нижней палубе, и как бы не особо что-то там прям видно было. Я думала, что я там такое увижу, я себе напридумывала вообще, я не знаю, я себе напридумывала очень много в итоге, там ничего такого особенного не было, ну, как бы, ну, нет, интересно взглянуть. В целом, просто очень красивая была поездка на катере, там красивые виды. Также мы смотрели на город, который не затонул полностью, то есть там видно было, что где-то церковь была, где-то склад какой-то был, где-то дома, где-то бани, то есть нам прям гид-экскурсовод рассказывал все, показывал, вот, ну, как бы это интересно, прикольно. После этого нас повезли туда, куда мы, честно говоря, не ожидали, что нас повезут, нам гид в отеле не сказал об этом, что такое будет, может, просто мы забыли. Короче, нас повезли смотреть на камень Onyx, там где-то минут 40 потратили, ну, нам это со словами вообще неинтересно было, и, ну, да, мы посмотрели, нам рассказали, ну, окей, что, типа камень, который меняет цвет. Ну, ну, короче, нам это не зашло, но с нами в этой экскурсии было очень много людей старших, и им прям очень зашло. Потом нас повезли на дегустацию вина, туда мы со Славой тоже не пошли, точнее, мы туда просто не пошли именно дегустировать, мы пошли в магазин. А почему у тебя-то так лицо сгорело? Я сгорел. У нас наоборот сгорело, прикинь. У меня сгорело, плечо, бля, посмотри. Выдарись, я тебе пантенолом намажу, но интересно... Интересно то, что у тебя верх белый, а всё остальное красное, а у меня наоборот. Вот эта часть, которая у тебя белая на лице, она у меня полностью красная, а всё остальное белая. У нас наоборот, мы иньянь. А что ты кремом не намазался, зай? Я думал, уже ничего меня не за... В смысле? Лицо хотя бы надо было намазать? Я лицо намазала. Тирайся и пантенолом сейчас тебе намажу. Так что вот, мы не пошли дегустировать винные изделия, напитки, потому что, во-первых, мы очень плохо спали, очень мало спали, и в автобусе всё время, что мы переезжали, мы спали с открытым ртом, особенно я. Ну и после этого нас повезли уже на район. Сложная, честно говоря, очень сложная экскурсия была, и если вы вдруг соберётесь поехать на эту экскурсию... Ну как бы, вот мне, например, так не очень прямо она зашла. Славе очень понравилось. Ну как очень, наверное, просто понравилось, потому что у нас были экскурсии, которые, наверное, нам больше зашли, и... ну... Так что я к тому, что если вы вдруг соберётесь на эту экскурсию, я не думаю, что вы прям пожалеете, но готовьтесь к тому, что, возможно, на ужин вы не успеете. Может быть, успеете, но готовьтесь к тому, что не успеете, и это, в принципе, тяжёлый день. Прям подготовьтесь. Сегодня мы должны были пойти играть в теннис, но, как я и сказала, были шикарные волны, что мы перенесли это на завтра, так что завтра посмотрите, как мы играем в большой теннис. А так мы каждый день играем в настольный, в картишки. Пять полных дней осталось, не считая сегодняшний день. Время очень быстро летит, в отпуске, конечно, но ещё у нас каждый день, типа, похож на предыдущий, но это неплохо, нам это очень нравится, потому что мы прям, ну, в релакс. А сейчас я буду сушить голову, и мы пойдём, наверное, скоро уже на ужин, может быть, успеем пофоткаться до ужина. Сейчас в полшестого, обычно в 6.30 мы встаём уже на ужин, типа, в очередь, ну, либо к 7 подходим, пофиг, можно, в принципе, не торопиться. Вот, так что до 6.40 надо успеть пофоткаться, привести себя в порядок. Кстати говоря, всегда в каждую поездку, куда бы я ни ехала, на море, там, в Европу, неважно, куда я всегда беру с собой свой фен, потому что не всегда в отелях есть хорошие, мощные фены, а у меня достаточно длинные, густые волосы, и я ненавижу долго сушить голову, и для меня всегда очень важно, чтобы был хороший напор воздуха. В некоторых отелях не очень хорошие фены, прям, я бы сказала, так себе, и меня бесит самое ужасное, что я ненавижу, мне кажется, это очень сильно даже портит волосы, когда, ну, знаете, в отелях есть такие фены, они очень медленно дуют и очень горячо. Мне кажется, это максимально вредно для волос, и вообще я считаю, что обязательно нужно иметь фен, где можно настраивать температуру. Несмотря на то, что я здесь нахожусь, ну, как бы в жаркой стране, тут, как бы, волосы сами по себе могут высохнуть, но они все равно не будут настолько классно выглядеть, не будут красиво уложены, они не будут блестеть, они будут путаться. И я проснусь какими-то колтунами, потому что если не уложить волосы, именно вот пока ты их сушишь, чтобы они сохли хорошо, то, как бы, это рискованный шаг. Поэтому сейчас я пойду сушить свои волосы перед выходом на ужин, чтобы выглядеть сикарно, уложу волосы и буду красоткой. И вообще, я здесь не просто на отдыхе начали, все-таки у нас как бы медовый месяц, поэтому я вообще считаю, что всегда надо хорошо выглядеть. Конечно, можно иногда расслабиться, не краситься несколько дней, что я, в принципе, и делала, но все равно какие-то дни мне прям хочется супер нарядиться, накраситься хорошенько. Так что даже на море, я считаю, и на отдыхе нужно выглядеть хорошо. Моим недавним открытием стал фен Philips технологией SenseiQ, которая обеспечивает индивидуальный подход к уходу за волосами. В фене есть специальный сенсор, который сканирует волосы, определяет их состояние и подбирает подходящую температуру. Благодаря этой технологии создается поток воздуха нужной температуры именно для моих волос, а если точнее, то для каждой конкретной прядки. С умным феном волосы не перегреваются, сохраняют естественную влагу, а значит ломкость и пересушивание ими грозят даже при ежедневном использовании. Так как у меня густые волосы, полностью высушить их всегда занимало много времени. Сейчас весь процесс занимает не больше 5 минут, потому что фен создает мощный воздушный поток, при этом не пересушивая волосы. У фена есть 5 предустановленных режимов, не считая ручного. Сушить волосы можно без насадки, а для укладки выбрать одну из трех, которые идут в комплекте. Кстати, фен автоматически распознает их и выбирает нужный режим. Чтобы сделать мою любимую укладку, идеально прямые волосы по всей длине с легкой волной на конце, я использую насадку концентратор. При ее установке фен переключается на режим укладка. Концентратор создает более горячий и прицельный поток воздуха, укладывая прядь в нужную форму. Для удобства всегда использую такую круглую расческу. Вот так аккуратно получается. Думаю, что эффекты разницы очень заметны. Мне так точно. Если у вас вьющиеся волосы, то можно использовать насадку диффузор. Чтобы при сушке сохранить структуру кудряшек, фен выбирает режим завивка. Он подойдет не только для тех, у кого кудрявые волосы, но и для создания дополнительного объема. И есть еще одна очень классная насадка, за которую я особенно полюбила этот фен. Насадка для массажа. Она вибрирует и подает не сильный поток теплого воздуха, расслабляя кожу головы, стимулируя поток питательных веществ и кислорода к волосам. Ощущения приятные и для того, чтобы расслабиться перед сном и взбодриться утром. И еще одна крутая фишка этого фена – кнопку холодного обдува не нужно удерживать. Ее достаточно нажать один раз, поэтому теперь закрепить укладку в конце стало очень удобно. Теперь вы знаете, как легко и быстро можно сделать крутую укладку на каждый день. А главное – сохранить волосы здоровыми, гладкими и блестящими. Так что все, моя укладочка готова. Обожаю, это самая моя любимая укладка просто. Я считаю, что лучше уложенных волос на фен ничего нет. То есть выпрямлять волосы. Вот самое красивое лично для меня – это когда волосы такие. И видите, то, что они такие прям нежные, мягкие. Все потому, что они уложены на фен и на расческу вот эту классную. Уже скоро сядет солнышко. Мы сейчас пойдем на ужин. Ну, будем выходить, собираться на ужин. Достроение отличное. Я решила показать вам немножко нашего бардака. И сейчас я хочу все это разложить, потому, что так жить больше невозможно. У нас так не всегда. Это все из-за той экскурсии. Она нас так вымотала, что в итоге все разбросано. Буду убирать. Так, мы пришли на ужин. У меня сегодня прям разносол какой-то. Рис, котлеты, курица, картошка, рыба и макароны с сыром. Винишко. Булочка вот такая взяла. Фрукты. И сейчас вон Слава несет салат. Мы сегодня сгорели знатно. Нифига там немного. А ты масло сделал? Нет. Почему? Там уже есть масло. Ты не можешь сюда сесть, пока не нанес мне макароны. Ладно, ладно. В общем, волны уже ушли. Видите, как много людей. На самом деле, это еще немного. Они позже подойдут все. Так что мы будем кушать, пить, а потом играть в настольный теннис. Так и проходит наш каждый день здесь. О, да. Вчера мы сгорели. Сегодня мы не тусили на солнце. Не купались в море, в бассейне. Мы были дома. При этом мы встали, пошли на завтрак, потом пришли в номер. Я сняла рекламное видео, пост с такой прической, ну, с волнистыми глазами. Потом мы пошли на обед. После обеда мы пришли в номер. Я все это дело смонтировала. Мы посмотрели несколько серий сериала. И сейчас в 16.50 с чем-то мы надвигаемся на теннисный корт. Потому что сегодня будет длинное игрище. Я очень рада, что сегодня у нас такой, типа, день без моря, без загаров, без купальников. Почему? Потому что я соскучилась уже, поэтому и завтра с кайфом начну купаться. Ну и в любом случае нам нужно было переждать это время, потому что мы сгорели. И нежелательно, после того как сгораешь, выходить заново на солнце. Блин, надо было навазаться кремом. Дура. Мне очень сильно не нравится, как я выгляжу, когда загораю. Я не знаю, на какой черт я каждый раз допускаю эту ошибку и думаю, что, блин, может загореть. Реально отстой. Мы нарядились, как будто бы мы учимся в какой-то американской school. Ну, типа, поняли? И он в такой кофточке. Хотя я ему сказала, что ему будет очень жарко в этом, но он не послушал меня. Сегодня суббота, а это значит, что гала-вечер. Честно, раньше мне как-то это больше заходило. Ну, типа, сегодня все должны нарядиться в белое и черное. Если честно, мы еще здесь ни разу не ходили на теннис, поэтому я даже не знаю, правильно ли я иду. Так выглядит выезд из отеля. А вот так выглядит въезд в отель. Хоп-па! Вот он он, победитель. Обычно такой дорогой мы идем в аквапарк. Честно, я думала, что теннис там. Блин, как солнце еще светит, надо было намазаться. Надеюсь, что мы идем правильно, потому что если нет, это будет облом, потому что время уже поджимает. Вообще интересно, как там все выглядит. А, кажется, я вижу, нифига, там даже трибуны есть. Это очень круто. Скорее всего, там и будем играть. Да, много чума. А, почему нельзя вечером сделать игру? Помнишь, мы с тобой на Тенерифе играли вообще часов восемь, мне кажется. И это так классно, там включается сильный свет. Давай зайдем, спросим. Все-таки оказалось, что именно там, где типа магазин, там есть ресепшн. Но мы недолго тут шлялись, искали, все нашли, нам все выдали. Шары! 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 ну как спортсмен как твои успехи в теннисе большом большой спорт все дела не понравилось устал праздник чего плотного лица гола под лица с потери усы понимаю меня тоже и вообще голый нормально да ты подненькая девочка она подними подмых да давай настольный теннис мне нравится куда больше конечно во первых у тебя парень хорошо играть на стол на самом деле там намного интереснее потому что здесь на самом деле я думаю в эту игру играть я назывался парнем прикидь муж мы пришли в номер сходили в душ ополоснулись я все еще красная конечно же даже не знаю может действительно купить алоэ какой-то там вышла на балкон потому что у нас номер прохладно и не знаю может быть у меня как будто бы холодно издушке я горю короче день сегодня такой продуктивный в плане того что я сняла рекламный проект смонтировала его я не знаю вообще интересно ли эта информация но типа к тому на что я сегодня тратила много времени хотя это вам рассказывал чем я занималась сижу с шикарным видом видом на бассейн на море и на пальмы конечно сейчас у нас будет ужин через полчаса мы уже перестали бороться за первые места около моря перестали стоять в очереди как-то нам это уже надоело что там просто сесть там на 2 на 3 линии уже нормально главное с вкусной едой она здесь вкусная вот да и в принципе все на ручке еще надо с одной стороны очень скучаю по москве с другой стороны знаю что когда мы приедем будет очень много работы очень много дел и как будто вы знаете с одной стороны я поэтому соскучилась но с другой стороны типа там я все равно проведу больше времени чем здесь турции и в любом случае я хочу москву потому что во первых родители вивочка я по ней очень скучаю булочек моя я уже даже не знаю так отвыкла что мы просто спим вдвоем потому что обычно у нас это на кровать еще спит вива и ну к этому надо привыкать а я так этому привыкшая поэтому когда мы сюда приехали начали спать вдвоем без собаки над головой или между нами это очень странное ощущение спокойно передвигаться на кровать двигаться крутиться не думаю о том что кого-то раздавишь мы тут познакомились с одной парой семейный парень девушка ну муж жена и ребенок и даже ужин или как-то вместе сидели они правда уехали уже улетели числа 9 под конец как-то познакомились вообще я не из таких людей которые знакомятся на отдыхе с кем-то потому что мне это не интересно я уже в каком-то блоге вам рассказал что вообще в принципе ни с кем не знакомлюсь но типа одно дело там по работе еще какие-то движения так чисто просто на море с кем-то познакомиться это вообще не про меня я просто не знаю не то чтобы не вижу в этом смысла может быть сейчас я так мысль может быть потом я буду по-другому думать но мне почему-то кажется что я начну с людьми знакомиться где-то на море только тогда когда появятся дети потому что наши дети будут дружить играть все что реально не знаю для меня это но не то чтобы странно а типа как будто бессмысленно что ли ну я просто не думаю о том что мы вдруг так дружимся что москве будем гулять тусоваться и друг другу в гости ходить вместе в кино но теперь я такой не люблю я вообще закрытый человек в этом плане я люблю со своими тусоваться короче такое но это интересно прикольно поболтали познакомились интересные какие-то вещи обсудили знаете я утром пока мы спим или просыпаемся я уже понимаю какие будут волны если сильные звуки от волн что значит они будут хорошие а иногда их вообще не слышно надо их капец как слышно я сразу славе груст давай быстро я хочу хинкали качапури аджарские без яйца без масла и короче мама только хочу еще и знаешь очень соскучилась пастейку филе миньон именно в ресторан но если захочешь я с я свожу тебя в ресторан на свидание хочу хорошо договорились ребята пиши напишите комменты чем больше комментов тем больше вероятность что юльчик согласится прийти на свидание со мной в этом не слышали просто этого что он сказал согласно сегодня день черное и белое да и дресс-код мне кажется это так круто мой дресс-код да просто меня бесит что я прихожу по дресс-коду а никто не приходит по дресс-коду я поэтому сегодня забил не от всяких там людям а себе конечно маска твоя где у меня никогда нет маски маска человека паука я люблю когда мне там новую чистую и надо менять каждые три часа ты свои уже пять дней хочет вообще-то я взял кучу черных таких масок да и можно было бы их оставить для аэропорта например нам хватит для аэропорта 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 вот мы уже пришли собственной собственной персоной ну вот мы уже взяли себе еду на ужин честно сегодня не было моего любимого мяса я грущу у меня местом рисок как обычно рыбка булочка салатик вот обычно больше я беру ночью ты сегодня не увидела любимого мяса вот мое любимое мясо человечина мужичина мы так что со словом пытались на английском заказ сделать я такая white wine он такой официально белый сладкую red wine он такой красный мы такие блин молодец ты говорю выучил мой язык да я его давно знаю кстати да всю жизнь будем болтать о чем-то интересным я ему сегодня на обеде задавала всякие интересности вопросики с кем бы ты хотел провести один день из знаменитостей например тех которых уже нету со всего мира там неважно русские зарубежные какими-то выдающимися людьми ну короче сидели болтали про всякие такие что немножко на моего брата решил на брат славы ярик любят вопросики задавать а я люблю когда он вопросик я люблю на них отвечать он такой же разговорчивый как я вот а еще недавно я спрашиваю своих подписчиков какие имена вам нравятся для детей ну как русские там не русские неважно просто красивые имена и много кто написал всякие классные имена и даже те которые мы со славой тоже обсуждали как-то понятно что мы еще даже не начали работать над этим но просто интересно почему бы не подумать об этом хочется почему бы и нет короче какая-то девка грянь какая-то написала что-то плохое уже имена выбираете ты хоть сначала брось пить типа и так далее еще даже не беременные на самом деле столько злых завистливых людей поражаются почему люди вообще наше российское сообщество признано одним из самых токсичных я и мое мнение тоже токсичных я тоже иногда бываю токсичным но таких таких очень много просто грустно что люди злые я понимаю что порадоваться за неудачу человека намного приятней типа чем за то что у кого-то что-то лучше чем у тебя потому что тогда ты грустишь из-за того что у кого-то что-то лучше чем у тебя но это если говорить про тех людей которые завидуют они могут порадоваться за кого-то я всегда говорила и считаю что ни в коем случае нельзя завидовать потому что это неправильно неправильно не потому что просто это типа там грех или еще что-то плохо и нужно вообще в принципе быть благодарным за все что есть у вас в вашей жизни потому что у кого-то даже и половина не от того что есть у вас просто когда ты кому-то завидуешь ты завидуешь каким-то хорошим вещам и ты никогда не знаешь что у человека на самом деле что-то такое чему ты бы не позавидовал ну это типа знаете как грубо говоря позавидовать селени гомес чего там ей завидовать у нее там операции были тяжелые и болезни ну как бы я не знаю я просто потому что никогда никому не завидуете а теперь я буду пить вино и расслабляться пока все вы покушали расскажи что-то на минуту моего славы я покушал очень вкусные десерты да слава любит десерт дизерт пошли играть после еды самое то кайф растрясем немножечко жиры я обожаю играть знаете у меня самый лучший муж он учил меня играть настольный теннис а я теперь люблю играть жену настольный теннис да потому что она умеет просто она теперь умеет и неплохо спасибо должно быть крепко и и и и и и и и и Мы закончили играть в настольный теннис Ну и плюс ко всему Над нашей душой стояли ребята Которые хотели тоже поиграть Поэтому мы в принципе уже ушли Да и в принципе Хотелось бы сходить в магазин Знаете, что лучшее произошло за сегодняшний вечер? Слава узнал, можно ли мне Такой маленькой девочке Пригнуть на батуте А что лучше? А что это самое лучшее? Ну за сегодня Типа хорошая весть Так жена не позорит В смысле? А что хорошего? Наш, чтобы времяпрепровождение А, ну это каждый день, это обыденность К этому привыкаешь и не ценишь Всем привет, ребята У нас последний день сегодня в Турции И мы не бежим на поздний завтрак Опаздываем Короче, столько всего надо рассказать Вчера я взяла с собой камеру на ужин И вообще вечером хотела поснимать Потом оказалось, что флешку я оставила в номере Ну, короче Вчера на ужине был капец Я вам даже сейчас покажу Что за капец Вчера был Мы сидели, кушали И далеко в море Началась, короче, гроза Молния И это было очень страшно Но очень красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом покапал очень маленький дождик Который, мне кажется, некоторые даже не ощутили Мы со Славой испугались Ну, не, не испугались А просто подумали Все, сейчас вообще тут дичь начнется В итоге никакой дичи не началось В итоге все было спокойно Ну, и вот Я-то вчера, смотря на эти молнии Грозу Думала, какие же сегодня волны сумасшедшие будут В итоге вообще ноль Вот так выглядит обычно мой завтрак здесь Панкейки с шоколадом И Голазунья А, ну и, конечно же, капучино Я в шоке, сколько людей там на море купается Очень много Арбузик Было стрёмно Мы сидели на ужине И Некоторые молнии были просто шок Мне под конец нашего Отпуска уже ничего не охота Ну, как? Во-первых, стало прохладно Вчера стало прям прохладно Вообще не было лютой жары И даже сегодня, ну, вот Я вообще не испытываю желание купаться Нет солнца Вообще не солнце Ну и Она вроде как бы есть, но Вот такого, знаешь, что типа ты идешь прям Потеешь, отклимаешь Нет такого Грозу слышишь? А я еще утром кушал Интересно А сегодня будет молния на ужин? А что она должна быть? Почему? Ну, не знаю Дождь же ушел далеко Вся лестница мокрая, поэтому зайди, пожалуйста, осторожно Так интересно, тучи шли в нашу сторону А сам дождь почему-то, ну, типа Не пришел Ну, это хорошо Ну, так, покапывай немножко Сейчас прилетим Начнется снова Бытовуха Я скучаю по нашей бытовухе А еще я скучаю по гречке Мы зашли в номер для того, чтобы переодеться Взять все необходимое И я хочу сделать себе пучок Я выпрямила волосы Они у меня такие длинные стали, так клево Хочу еще длиннее Люблю длинные волосы Гленте, да? Клево А когда-то были вообще такие короткие Когда я наращивала Из-за того, что сожгла волосы Когда осветлялось Клево Еще каждый день я просыпаюсь с колтунами в голове Потому что здесь повышенная влажность И получается, что я как будто бы сплю с влажными волосами Пока я сплю, кручусь Они, понятное дело, спутываются И меня это жутко бесит Чуть-чуть почилила бы И пошла бы чемодан собрала И дальше бы уже продолжила чилить Прям по-взрослому Насчет чемоданов очень даже правильно Хотя у нас завтра будет время чемодан собрать Да, ну не, я такое не люблю делать завтра Я сегодня все соберу Самое такое главное Ну, вещи сложить А завтра останется Только мелочь какую-то туда закинуть Я, кстати, ни разу не была Это же новая, да, павильона? Их не было в прошлых годах Не было Зато это хорошая погода для того, чтобы фоткаться Но мне реально прохладно Вот куда мы идем Не, ну, типа пофоткаться, я думаю, прикольно будет Я взяла купальник Еще в этом платьице буду Сейчас что-нибудь придумаем Подумаем Да, с травой прикольно Да, трава мне нравится Тут красивый вид, кстати, очень Даже не знаю Вдруг жаль, что мы сюда в последний холодный день приходим именно Здесь никого нет других людей То есть нет этих лежаков Да, да, красиво О, смотри, как красиво Вообще класс О, для нас уже все готово Круто Мне нравится Ой, блин Ну, это ветер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, мы пришли на обед Хотя в нашем павильоне Нам предлагали тоже еду Там пиццу, пасту Но мы решили прийти на наш любимый обед И сегодня просто какой-то аншлаг Я вообще такого не помню Не помню такого, чтобы я ходила в такой дичи Ну, типа очень много людей Я прям вообще в шоке Мы вернулись в это местечко классное И тут очень красиво Мне не нравится ни одна фотка Окей, одна есть у меня фотка Но просто суть в том, что мы даже зашли в номер Я взяла другую одежду, переодела для того, чтобы сделать классные фотки Да, это звучит тупо, я знаю Я бы сама хотела просто чилить и ничего не делать Но я должна по жизни делать контент Потому что если я не делаю классные фотки Не выставляю фотки И вообще не выставляю постоянно много чего разного То таким образом у меня меньше Может быть каких-то предложений рекламных Работы, следовательно И, следовательно, жить-то на что-то надо И я бешусь, потому что мне не нравятся фотки, которые получаются Мне очень хочется, чтобы получился какой-то прям классный кадр Классная фотка Что-то такое прям летнее, настроенческое, понимаете? А получается какая-то фигня любительская Ну, типа, блин Но, что бесит меня больше всего Так это то, что из-за солнца, из-за света Тухнет экран телефона Вы меня, конечно, простите Айфон Какой смысл в тебе? Помимо того, что по тебе можно звонить и фоткать Меня это так бесит Вот если бы я смотрела в лицо создателям айфона Я бы им задала вопрос Столько у вас денег, столько возможностей Столько людей каждый год И на протяжении просто всего времени Покупают ваши продукты И вы не можете сделать так Чтобы на солнце не падала яркость Меня это жутко бесит Потому что мне это постоянно портит жизнь И когда я работаю в лайтруме Тоже падает яркость телефона Я не понимаю, из-за чего Он перегружается Перезагружается Перегревается Чего? А еще поговорим с вами Как всегда О моем любимом Не знаю, почему меня это так бесит Меня так бесит Когда кто-то говорит Что у меня скучная жизнь Может быть отчасти Я считаю, что моя жизнь Действительно Не такая Типа Не скучная Как могла бы быть Например Но это глупо Кто-то написал, что Типа После свадьбы У меня очень стала скучная жизнь Я вообще не понимаю Как это связано Типа После свадьбы Мы общались После свадьбы Мы тусовались с родителями Ездили на дачи С родственниками Общались Потом мы заболели Достаточно долго болели Потом мы улетели в отпуск Типа Чего скучного? По-моему Очень насыщенная жизнь Я не помню Когда вот Кроме болезни Я просто сидела дома И ничего не делала Ну, короче, не знаю Наверное, из-за того, что Вот этот вот, типа, месяц Такой не очень активный Был после свадьбы Поэтому люди думают Что скучная жизнь По крайней мере Всем бы такой скучной жизни Как у меня В общем, когда вышло солнышко Конечно, здесь стало более Офигенно, мне кажется Из-за солнца Пока я там сидела Чилила Слава учится стрелять Из лука Пойдёмте посмотрим Меня сейчас поучили немножечко Ага А что делать? Ага Сейчас ребята Ну, как ребята Дяденьки Я играю в рамп Заберут свои стрелы И потом начну я Достаточно интересно Только очередь Прям сегодня какая-то Они говорят Прям очень популярное место Сегодня Погода отстой Никто не купается Скорее всего Мы даже не знали Что здесь такое Есть, с ума сойти Слава мне только что Объяснял, что Туда идут застрелами Только в конце раунда Когда уже все доиграли Ну, понятное дело По каким причинам Чтоб кому-то голову Не прострелили И я Славе говорю То, что я буду снимать Тебе, как ты играешь Только я встану вон туда Чтоб оттуда Ракурс был получен Смотри, не промахнись Ты сейчас будешь кидать? Все, сейчас все взяли Ааа Ну, наконец-то Только назад Не выстрелили, не зай Ох, как отлетело Ну как, воткнулся? Нет, еще никуда не попал Ничего Представь, что ты в голодных играх Сойка-пересмешница Молодец, Зей Шучу, то оба не слава Вот так вот Ее так нравится Контингент Возраст людей Мой милый мальчик Собирает свои стрелы А сколько их должно быть, ты знаешь? А вдруг ты что-то не собрал? Ладно, пойду в магазин схожу Вот если говорить о том, что у меня типа скучная жизнь Сейчас, конкретно в этой поездке, наверное, я ощущаю, как скучно Соглашусь, потому что обычно я в большем движении в Москве Больше каких-то дел, задач, которые нужно каждый день решать, выполнять, делать Как минимум я тут даже не убираюсь особо Ну, все равно убираюсь, несмотря на то, что тут каждый день уборка в номере Вот так вот делают у меня сэндвич с курочкой Они тут бесплатные Сюда можно прийти до 7 часов аж Ничего себе И выбрать себе всякие Ну, это на самом деле дольше работает А вот именно сэндвичи до 7 Заказала две штучки Один себе, один слави, если он захочет А то мы не особо много обедали Ну, рассказывай, как поиграл Левую руку не чувствую Он мне дал побольше Короче, сначала я играл с женской этой хренью Я говорю, что-то мне не нравится А он говорит, так это, ну, давайте дам получше, типа Дал мне побольше лук Крутой сэндвич Кошмар Что? Две пачки стиков 1700 рублей Столько блок стоит Сколько стоит блок? 1500 А я две пачки купила Не блок, а две пачки Две пачки за 1500? Поэтому приезжайте со своим Я-то приехала со своим Просто мы продлили поездку и мне не хватило Ухаживаю тут, конечно, отлично Вот тебе коктейли Вот тебе кофе Вот тебе мороженое Пирожное Так, ребята, коротко о погоде Начинается вакханалия Вчерашняя, которую я вам не засняла Показываю вам небо Выглядит, конечно, сказочно, красиво Но на самом деле Здесь начинается сильный лютый ветер Все сейчас посбежали с пляжа И мы тоже, кстати, сейчас отсюда уйдем Слышно грозу Там вот эти разводы Видите, это дождь И ветер просто капец Да, еще шок Там, конечно, чудесно Рай А тут дичь И эта дичь, мне кажется, хочет сегодня нас достать Ой, какой ветер Я хотела сказать, что я уже собрала все вещи И заказала нам трансфер Прямо сейчас с этого пляжа Пошли, зай Когда ты меня пугаешь Пятой ночью, детка, я варежка на день Сюда идет Посейдон Или Зевс Путаю вечно Кто из них? Посейдон Да, Посейдон сейчас придет И тебе по жопе даст Ну, они, кстати, могут вместе прийти Ага, да, кстати говоря Вчера была такая молния И такая гроза А волны, посмотрите, что это такое вообще Кешмяки 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 Ладно, что мы стоим? Пошли, нам еще чемодан собрать Просто любуйся Это очень красиво Но сегодняшняя туча меня пугает больше, чем вчерашняя, скажу честно Потому что я все четче и четче вижу вот эти разводы дождя Это стопудово дождь Вот они, полоски Не знаю, видно ли вам Капец, как холодно Ладно, надо уходить Шок Я уже собрала все манатки, как сумасшедшие Объясняю Славе, что хочу уйти отсюда Он говорит, сейчас попьем чай и уйдем Просто гроза лютая Я виноват, что нам вот просто вот сейчас принесли горячий чай Сейчас прям берем чай и идем В номер Мне страшно Там темно и страшно Не бойся Я боюсь Я лучше в это время буду собрать чемодан Вот ты, если бы солнцем светил, мне было бы веселее сейчас Что будет дальше? Что было дальше? Почему никто не убегает с криками? Помогите, помогите Вот бы увидеть акулу Не, не, не надо Люди в море Ну или дельфина Ребята, что она делала? Собрала два чемодана Вон второй Вещи, в которых мы завтра поедем В принципе, все собрала Осталось только мелочевку какую-то закинуть Даже в ванной все подготовила Но мне еще надо будет этот Лицо умывать сегодня А так я уже даже все собрала Йоу! И мы идем на ужин, потому что закончился дождь Интересно вот, что из-за... О боже, да, осторожно Короче, тут же открыто Все в воде, видишь? Видите, как сделано? Типа тут нет крыши И вся лестница мокрая Поэтому зайди, пожалуйста, осторожно Господи, как ты во мной Капец, погодка, днё Но, кстати, я очень рада Потому что за эту поездку Еще ни разу здесь не было дождя Я не люблю дождь Но испытать разные погодные условия Это круто Зато посмотри, какое небо Посмотри, какое небо Вообще Это что? Тучи мыши! Мне страшно! Класс! Они такие маленькие Господи, я в первый раз так хорошо разглядела Черт, они там летают Да Да Офигеть, ребята, вы это видите? Надо сфоткать Посмотри, как красиво Когда дождь прошел Тут все отблескивает Единственное, что неприятно Это сырость ног Я смотрю, там все в кроссовках Черт Вот мы лохи Я в шлепках С ногами будет холодно Ой, я смотрю, первую линию никто не занимал Ну, конечно, все спрятались от дождя А мы сейчас займем Короче, облом Мы тут, походу, и не сядем сейчас Так, мы уже на ужине Сидим Достаточно неплохое у нас место Если говорить о том, что здесь никто не сидит В этом тоже есть своя прелесть Никто не борется за первые места Но я не знаю, каким чудом Мы сели снова на первый ряд из доступных Хотя вот там уже людей сажают Видимо, протерли уже Гипотетически мы тоже можем Прикоснуться к прекрасному Но не знаю Мне тут, если честно, норм Вот и тем более, если вдруг пойдет дождик Мой более защищенный И не придется убегать с ужина У меня, как всегда, винишко Салатик Еда Что? Что сказал? Нет Так что будем сидеть и кушать В общем, классно мы здесь, конечно, потусили Но Домой хочется Капеть Ну, типа, мне кажется, что здесь две недели Это вот прям вообще потолок Офигенно, классно Ну, просто даже анимации начинают повторяться И ты такой, типа, эээ, ну я смотрел Хотя мы с тобой очень много времени потратили на игру в настольный теннис Ну, потому что мне вот анимации скучные Потому что из них 60-70% это танцы Ну, на самом деле, я хочу сказать лично от себя Что мне танцы нравились Но настольный теннис мне тоже очень нравится Блин, там мокрый ползай Я боюсь подскользнуться Ооо Да, вот поэтому они играют там Я же говорила А ты говорила, нет, там все нормально Зуб даю Ну, давай подойдем, посмотрим Но это опасно It's dangerous Ой, какие они новые, а? Какие они новые? Хуже всего смотреть, как кто-то очень плохо играет на настольный теннис Кто учил закручивать тебя, а? Просто у него не было такого мужа, как ты Ну, отбивай Ну, защищайся Атакуй А у него не было такой жены, как капля Лови Это ужас Если не хотите позориться по жизни, играйте в настольный теннис профессионально Предлагаю взять швабру и помыть пол Потому что я очень хочу играть в последнюю вещь Это настольный теннис Мы с тобой еще тебя не запульнули на этой прыгалке Уже ладно Что, ладно? Не буду прыгать Да пойдем вон, чувак Я сейчас договорюсь Я не буду прыгать Там мокрый Я прыгну и ногу себе вывихну Что-нибудь поделаем, посмотрим серию сериала и пойдем на анимацию Может, к тому моменту и пол высохнет Жаль, что, чтобы посмотреть анимацию, нужно идти очень далеко Хотя нет, мы можем дойти до сцены Кстати, в этом бассейне, в котором раньше, когда мы сюда приезжали, в этот отель Мы тусили постоянно В этот раз я искупала здесь один раз Сегодня турецкая ночь Когда турецкая ночь, Анатолия танцует Я знаю, что когда турецкая ночь, сюда вообще приезжает верблюд, блин Вспомни Да, когда турецкая ночь, тут верблюда стоят И можно на них покататься и сфоткаться Короче, капец Но это все из-за погоды, из-за того, что уже туристов не так много Все-таки сентябрь А еще у меня садится камера Надо в магазин? Нет Тогда погнали в отель Ну все, мы уже в отеле, Зай Зай, ну тебе хорошо на языке, я тебе на языке отдам Мы все-таки не дошли до номера, потому что увидели свободный столик и решили его занять Будем гамать Мы дома Мы поиграли, кайфанули Пришли в номер, сейчас я хочу помыть голову, смыть макияж Мы будем лежать, чилить, смотреть сериальчик Смою косметику, сложу оставшиеся вещи Завтра еще пойдем на завтрак и на обед И это хорошо Я в Москве передохну Просто разберусь с делами, привыкну к обстановке Тем более, что мы как прилетим, почти сразу едем на дачу на пару дней Потом начнутся мероприятия и возможно я их буду снимать, но не факт Не знаю Но возможно Вот, и немножко, короче, передохну, свыкнусь, разберусь дома, пойму, что куда, постираю вещи Ну, короче И вернусь к вам, так что сильно Нет, скучайте Скучать полезно иногда Так что все, на этом все Надеюсь, что вам понравились эти два влога из поездки Очень надеюсь Если так, то ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал И не надо писать, что у меня скучная жизнь У нас был отпуск И это хорошо, что мы просто чилили и ничего такого не делали На отпуске и должна быть, типа, скучная жизнь Или нет Короче, нам было не скучно Все в порядке Все, всех люблю, целую, обнимаю Все, всем пока